Я так понимаю, что это уже товарик, который мы можем просваивать знак качества? Здесь история, с чем начиналось, а то, что сейчас. Это первый образец карьерного самосвала собственной разработки, 1961 год, год выпуска первого опытного образца. В серию машина пошла в 1965 году, в 1967 уже был присвоен знак качества, 20 июня машина удостоилась такой высокой чести. Сейчас есть у нас машина, которой мы можем присвоить знак качества. 1996 год, первый опытный образец самосвала 130-136 тонн, сейчас 8 из 10 продаваемых в мире машин в этом классе грузоподъемности это машины БелАЗ. Почему мы здесь лидеры? Ее называют в народе автомат Калашникова. Вот это сибиряки такую оценку дают. То есть надежность, безотказность, простота в обслуживании, в эксплуатации и, самое главное, эффективность в части производительности и низких операционных расходов. Ну и куча модификаций. Да, у нас 12 модификаций, 140 исполнений на сегодня, выпущено 4200 машин. Абсолютно конкурентный продукт по отношению к американцам и японцам. Вот это главное преимущество, которое позволяет нам сегодня лидировать. МТЗ-50 это самый массовый наш трактор, миллион триста выпущено. Значит, выпускался он также в Ташкенте, в Тбилиси. Вот, в 70-м году получил знак качества. И этот трактор имеет свой двигатель, который был разработан на тракторном заводе и передан на моторный завод. Короче, здесь чужого нет, все свое. 22% А здесь половина импортная? Нет. А сколько? Здесь процентов 7. И когда будет 100? Осваиваем, работаем со всеми холдингами. Нет, когда? Два года нужно. А что у вас импортное здесь? РТИ, подшипники. Будем решать ситуацию. Да что, за два года мы будем подшипники делать? Ну, Виталий Михайлович упростил вопрос уплотнения подшипники, большая инклатура, но самое главное, это узлы, которые используют данные. Короче, это трактор, который уже имеет знак качества. Но он еще не имеет, но в прошлом году был признан лучшим товарем года. Будет презентовать. Это трактор 130 лошадиных сил, который сегодня широко используется, как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации выпускать. Вот мы начали сразу же после развала Советского Союза, 1994-1996 годы, и сейчас она одна из самых, скажем, популярных машин, ее можно сравнить с той же 82-й. Ну, давайте говорим так, что Белазы, МТЗ, МАСТ и так далее, они не могут не иметь знака качества на какой-то товар свой. Но этот товар должен быть уникальным, он должен быть конкурентоспособным на международных рынках, поэтому безукоризненно должна быть техника. Ну, если... Не, мы проверять будем, мы просто штамповать знак качества вам на кабину или капот на стекло не будем. Мы сами не хотим этого. Вы хотите, может быть, но этого не будет, потому что мы опозорим страну. Поэтому первый вопрос, что наши главные машиностроительные компании должны иметь товар со знаком качества. Ну, как, МТЗ, тракторный завод не будет иметь со знаком качества машины. Ну, это уникальное должно быть во всех отношениях. Так же, как Белаз, там, моторные заводы и другие. Будем действовать. Вы тоже посматриваете там, потому что вы как раз к этому подходите серьезно. Не считайте, что вы пенсионер. Никакие вы не пенсионеры. Вы нам должны в этом плане помочь. Если мы подтянемся с качеством своей продукции, слушайте, мы в мир и будем незаменимы. У нас все есть, и качество неплохое, но надо лучше до знака качества подтягиваться. Вся история Минского моторного завода начиналась с двигателя Д-50. О чем говорил Виталий Михайлович о том, что этот двигатель проектировался на Минском тракторном заводе. И уже было принято решение в Советском Союзе строительство Минского моторного завода как отдельной структурной единицы. И вся история начиналась с этого завода Д-50 и Д-50Л. Этот двигатель был удостоен качества, знака качества в 1971 году. Соответствовал ли он уровню качества? Соответствовал он всем уровням. Он произвелся в количестве 1,262,000 штуки и поставлялся до 1980 года для стран Советского Союза, а до 1990 года и для стран, не входящих в Советский Союз. Тебе тоже надо иметь двигатель, который ты можешь представить, безотказный, чтобы знак качества был. Вот это как раз серия малолитровных двигателей, которых мы говорили. Может быть. Это ваше дело, что вы представите. Будет два изделия, спасибо. Но очень серьезный будет к этому подход. Это не просто ради имиджа. Имидж важен, но... Мы понимаем. Поэтому мы начали свою экспозицию с того, что мы показали тот подход, который применялся в 1970-е годы. На сегодняшний момент, с учетом того, что мы работаем с военной приемкой, абсолютно те же подходы применяются и к нам в части поставки двигателей. И, Александр Григорьевич, можно я с самого начала не показал, но начало всей вашей деятельности, как главы государства, который уделял особое внимание реальному сектору экономики. Я слышал, что в детский сад тогда ходил. Да, все правильно. Он ходил, а я-то нет. Началось с того, что вы посетили в 24-е годы. И вы сделали запись. Впервые почувствовал, за последнее время прорвемся. Убежден. Я думаю, что реальный сектор экономики будет поддерживать всяческие... Значит, должны быть у вас двигатели, которыми мы должны гордиться и можем. Будет. Компания «Интеграл». Началась наша история с работы с знаком качества в далеком 1972 году. Первые германевые транзисторы получили в 1972 году знак качества и кремниевые диоды. И они были на уровне мировых? Они были на уровне мировых. Мы и сегодня производим технику на уровне мировых. Ну, а что вы представите к знаку качества? К знаку качества мы представим наши новые разработки, которые мы разработали в рамках дорожной карты подписанной с Российской Федерации. Это те изделия, которые ожидаются на российском рынке. Первое – это память на пластине диаметром 200, кварцевый генератор на пластине диаметром 200 и лавинный фотоидиод на диаметре 150. Значит, все идет с тех времен Советского Союза. Мы идем вперед, и изделия в этом году будут мирового уровня, которые получат знак качества. Так и есть. У тебя есть такой телевизор? Вот. Это первый цветной телевизор в Советском Союзе, который был достоин знака качества. Ну, и он выпускался на протяжении… Ламповый. Ламповый телевизор. Да, кинескоп, который выпускался когда-то в Гомеле, на Гомельском заводе. Ну, и, собственно, он продавался почти там 8 лет. Продали 80 тысяч. Это OLED-телевизор, который соответствует всем мировым стандартам. Я бы сказал, если еще смотреться на качество, он будет выигрывать. Сколько тут импортного? У нас локализация достигла на некоторых моделях до 74%. Ты будешь этот представляться? Да, это современный самосвал. Восьмиосный, он как бы логично идет от МАЗа 500. В 1966 году МАЗ перешел с 1 января от капотного исполнения к бескапотному. Это было прорывное решение. Это впервые в отечественном автомобилестроении был использован опрокидывающийся кабин. За это был в 1966 году выдан орден Ленина. И это послужило серию МАЗ 500. На сегодняшний день такой МАЗ находится в живом исполнении, находится на Гомельском автомобильном заводе в воспитательном центре. Этот современный, 8 на 8. Вот здесь, в чем преимущество этой машины? В том, что мосты, чем сильные компетенции МАЗовские, за счет той модернизации, которую мы сегодня сделаем, будет максимально снижена доля импортных составляющих. Ты все комбайны отремонтировал, которые под забором стояли? Помогаешь или только Гомельской области? Безусловно, все республики помогают. Ну а что касается знака качества, КСК-100, первый самоходный комбайн в Советском Союзе, кормо-уборочный, в 88 году был достоин знака качества. Разве он был со знаком качества? Модификация 100, А1. Когда мы его модернизировали? Ну а прицепной, вихрь, вы помните, такой был комбайн, в 74 году он тоже получил знак качества при Советском Союзе. Это самый известный комбайн 12-18-1, сейчас он выпускается под маркой GS-12-A1. Самый популярный, выпущено его 23 695 штук, он популярен не только у наших аграриев, но и в Российской Федерации, в Казахстане. Ну и как они между собой шутят, этот комбайн надежный, как автомат Калашникова, что никогда не подводит. Наш претендент, как мы видим, на государственный знак качества, это комбайн GS-21-24, самый мощный. Это дизельное топливо. И на сегодняшний день мы уже начинаем выпускать в 2024 году и оснащать этот комбайн не 8-летковым коком, а уже 12-летковым коком для уборки кукурузы на зерно. И заканчиваем испытание для данного комбайна 12-метровой зерновой жадкой. Короче, продавать нечего у вас? Все с импортного? Нет. У нас, Венея Александровна Григорьевич, в составе нашей продукции импортная только шерсть. Все остальное это белорусское. Нитрон, капрон, полиэфир. Ну, комболь раскрутился, нет? Комболь вообще раскрутился. Знаете почему? Потому что сегодня, благодаря тому оборудованию, которое есть на комболе, мы можем производить более 300 артикулов ткани и более 2000 светорисунков. То оборудование позволяет это все делать. А где ваша ткань со знаком качества? Мы предлагаем сегодня суконное полотно для одеял. Уже мы выпустили 8 тысяч одеял. Министерство обороны отгружаем. Вышли просто на те параметры, которые были, ГОСТовские. Мы довольны этим. И вот эта ткань, ее здесь много, 19-83 артику, в разных цветовых рисунках. Она тонкая, ну, просто идеальная. Она пользуется ГОСТом. Так где за качество будет у нас? Значит, на этой ткани, на этой ткани. И вот эта ткань мы предлагаем тоже. Она школьная, ну, как бы для школьного ассортимента. У нас тут точно есть. Мы можем их испытать, как следует оценить. Так что вы не расслабляйтесь. Что у тебя тоже будет знак качества? Надеюсь. Почему надеешься? Мы к этому готовы, да. Ну, а что ты можешь предложить, что мы можем сейчас уже оценивать? Покажи товар, которому мы вот этот знак сможем. Значит, мы производим широкий ассортимент, около 800 моделей и трикотаж для всей семьи. То есть это будет несколько сотен или десяток? Нет, мы предлагаем только для ясельного ассортимента. Потому что мы единственные, кто производит в Беларуси. И производим это по полному циклу из своих трикотажных полос. А вы удовлетворяете потребности? Мы удовлетворяем потребности своего рынка. Знаем, что в этой теме конкуренция немаленькая. И активно работаем в разных регионах Российской Федерации. Поэтому ясельный ассортимент, я думаю, поможет демографическую ситуацию поправлять в стране. Надо, чтобы наши дети воспитывались в нашей одежде. Это экологически чистый продукт. То, что требуется детям. Ты справился с Новым годом? Конечно. Или не удовлетворили? Или еще удовлетворили? Никаких претензий со стороны марта и городской торговли нет. А где за качество твое? Вот здесь на новой продукции, которая сегодня, здесь 60% пюре фактически. Вот эта продукция, этот стенд, это практически 25% общих продаж коммун. Это белорусская ягода, лесная, садовая ягода. Она составляет около 60%. И сегодня она инновационная тем, что она заполнила нишу шоколадов с начинками. Вот первые продукты, бутылочки и белорусская картошка, которые в 67-м году были удостоены знак качества СССР. И вся продукция представлена. Вы все выпускаете? Вы же бутылочки уже не выпускаете. Конечно. Выпускаем. Все выпускаем. Это сегодня порядка 15% действующего ассортимента. Государственное предприятие «Молочный коксинец». В этом году на каком товаре ты повесишь знак качества? На какой товар? Ну, планируем вот у нас планы. Цирк албасный и крем сливочный. Цирк албасный, он еще выпускается с основания предприятия. Пользуется огромным спросом. Честно говоря, хороший сыр. Я люблю этот сыр. Этот хороший сыр. Когда дегустируют, в частности, в Российской Федерации, они говорят, вкус детства и СССР. Да, да, да. Мы постоянно обновляем свой ассортимент. В декабре 2023 года запустили цех по производству сухих продуктов, новый цех. Но мы обновляем и десерты, у нас десертная группа, и коктейли для детей. В общем, знак качества будет. Надо выбирать и опираться на какой-то товар, и там расширяться. Александр Григорьевич, я с 1985 года работаю на этом предприятии. Пришел после института. Коллектив благодарит, что возобновляем этот конкурс. Просто исполнение мечты. Возможность будет дана, чтобы предыдущее поколение воплотить. Если мы не будем здесь вести себя плохо, а по-настоящему будем оценивать знаком качества товар, это и для продаж будет очень хорошо. Особенно на наших, да на любых рынках. Поэтому я говорю, что, ну, жесточайший будет подход. Присаживайтесь, пожалуйста. Я уже вчера говорил, при назначении отдельно государственных служащих, что этот год у нас будет особый. Понятно, что напряжение будет неимоверное. Президентским выбором в Беларуси готовятся все. И на Востоке, и на Западе. Цели разные. Вы, люди просвещенные, тоже это понимаете. Но мы должны превзойти себя. Чтобы это сделать, не должно быть формализма и разгильдяйства. При всем положительном, то, что у нас есть, и не отнимешь у нас, но разгильдяйство и формализма, что-то для галочки провели, отметили, все хорошо. Этого быть не должно и не будет. Это я вам обещаю. Поэтому настраивайтесь сразу с первых дней этого года на трудную, тяжелую работу. Первое наше рабочее совещание в этом году на уровне президента касается главной темы – года качества. Мы определили очень амбициозную цель поставить контроль качества производимых товаров и услуг, качества жизни страны на более высокий уровень. Еще раз хочу отметить, Беларусь может гордиться своими качественными товарами. Но чтобы быть в тренде, чтобы конкурировать с лучшими мировыми образцами, надо немножко добавить. Надо заслужить этот знак качества. В этом стремлении нам есть от чего отталкиваться. Во-первых, от традиций. Есть традиции, об этом сегодня говорили на этой выставке. Мы сохранили преемственность прежней эпохи, в том числе советской. Этот исторический период дал старт нашему национальному развитию. Но теперь вы понимаете, почему, как меня критиковали, я цепляюсь за то советское время. Если бы не было того советского времени, не было бы самых современных и новых образцов. Загубить все проще. Но на базе чего мы бы создавали новые прогрессивные образцы? Этой базы бы не было. Умные люди сохраняют все то, что накоплено прежними поколениями, и развивают то, что накоплено прежними поколениями. Мы это сделали. Экономика БССР являлась, кстати, одной из наиболее технологичных и развитых среди других союзных республик. Пережив разруху 90-х, нам непросто было сберечь созданные трудом советских людей стандарты качества. Но мы это смогли сделать. Люди в такой переплет попали, что деваться просто было некуда. Выкарабкались. Сегодня создаем самые современные образцы техники. Но говорю откровенно, качества еще не хватает. В спину дышат наши конкуренты. И все, что мы производим в Беларуси, производится в десятках, в десятках стран мира. Поэтому традиции у нас хорошие. Есть на что опереться. Во-вторых, сформирован имидж Беларуси, преемницы лучших наших прежних достижений. Прежде всего, советских достижений. Современные вызовы демонстрируют разумность и дальновидность выбора народа, поддержавшего такой курс политического развития. В-третьих, мы видим возрастающий спрос на ценности социального государства. И не только на постсоветском пространстве, по всему миру. Возвращение к этим ценностям вопрос качества жизни людей. В духовной сфере, экономического благополучия, в социальной справедливости. Все здесь взаимосвязано. Поэтому, когда мы говорим качество, и что делать, чего-то тут ждем. Программа, естественно, она будет. Но ждать ничего не надо. Если кто-то не знает, с чего начать, начинайте с себя. Вовремя приходите на работу и делайте свое дело очень качественно. Тут каждый знает, как это делать. Сегодня собрались в таком широком составе мы специально. Для того, чтобы все меня услышали и поняли, как вчера я говорил, проходных просто вот для галочки мероприятий в этом году не будет. И не только в этом году. Мы пришли к такой ситуации, когда надо подниматься на ступень выше. А может быть и на две ступени. Во-первых, нас жмут со всех сторон. Легче не будет это объективно. А во-вторых, нельзя остановиться. Если остановимся, начнется загнивание. Как в истории нашего государства часто бывало. И не только нашего государства. Поэтому никаких мероприятий для показухи не должно быть. Как мне докладывают правительством, подготовлен республиканский план мероприятий по проведению года качества. Еще раз хочу повторить. Там не должно быть каких-то формальных мероприятий, которые не приведут к конкретным результатам. Но это мы сегодня услышим. И прежде чем заслушать доклад, подчеркну, должен план отразить основную идею предстоящего года. Она содержит, эта идея, целый спектр направлений. От бережного отношения к ресурсам до личной ответственности за результаты своего труда. Нам также, как я тоже уже говорил, следует и предстоит учредить государственный знак качества. Думаю, что тоже опыт есть. Будем от него отталкиваться. И я думаю, сегодня мы сможем обсудить варианты изображения, концепцию просвоения знака. И порядок подтверждения соответствия ему со стороны производителей товаров и услуг. Ну, первоначальный, откровенно говоря, вариант сегодняшнего совещания как раз говорил о том, что, ну, а что там знак качества? Президент объявил. Не первый же год что-то объявляем. Пройдет и этот год. Ну, доложит Пархомчик, и ладно. Но Пархомчик отраслевик. У него промышленность. А что в сельском хозяйстве, услуги там и так далее? Это что, не знак качества? Там что, не будет? Вроде премьер-министра это и не касается. Вот уже в этом виден подход наших больших начальников к этому важному мероприятию. Еще раз говорю. Если кто-то так думает, что вот, ну, пройдет, был же год у нас и семьи там, и прошлый год мира созидания. Ну, прошел год и прошел. Никто и не заметил. Если бы не было этого года, название его, имя мы ему не дали, но он бы тоже так прошел. Вот этого быть не должно. Люди должны видеть, что это год качества. И это наши требования, жесточайшие к качеству жизни людей, самим к себе. Это комплекс мероприятий. Это должно быть видно в стране, что идет год качества и что он закончится, вот его результаты.